В Волгограде с большими гастролями побывал Донецкий театр оперы и балета имени Славяненко. Донбасс-опера, которую называют главным культурным брендом Донбасса, презентовала маленьким зрителям спектакль «Малыши Карлсон», а взрослым – ценителям высокого искусства «Балет Тысяча и одна ночь». Спектакли собрали полные залы. В этом убедилась Анна Рябова. Волшебный мир арабских сказок погрузились зрители царицинской оперы. Донецкий академический театр оперы и балета имени Соловяненко презентовал волгоградцам «Балет Тысяча и одна ночь». Эту постановку труппа считает своим козырем, поскольку вершина творчества азербайджанского композитора Фикрета Амирова есть в репертуаре не каждого театра. Подарить российскому зрителю высокое искусство даже в это непростое для страны время – главная задача служителя Мельпомены. В мире находимся и радуемся спокойному сну, горячей воде и так далее. Но это не значит, что мы привезли какой-то такой легкий спектакль. Все были в форме, трудные условия, объединяют людей, заставляют их еще больше работать. И они проявляют чудеса героизма в балетном зале. Федеральная программа «Большие гастроли» подарила коллективу «Донбасс-оперы» возможность не только продолжить работу, но и буквально отдышаться. Покидать Донецк труппе пришлось под звуки канонады. Личные вещи, документы, сценические реквизиты, костюмы собирали за считанные дни. Артисты доказали, что профессионализм побеждает усталость. С 21 марта они посетили уже пять российских городов. Волгоград – заключительная точка в турне. Эта легендарная земля часто друзьям всегда подставляла свое плечо. И сегодня она подставила нам плечо в эту трудную минуту. Поверьте мне, мы выдержим, но прежде всего и благодаря вам. Сегодня театрально-концертные организации и театр оперы балета в хорошей форме, в полном составе артисты, оркестр – это благодаря, прежде всего, поддержке наших друзей из Российской Федерации и самоотверженностному труду наших коллег. Волгоградцы поддержали артистов Донбасса рублем и громкими аплодисментами. Спектакли получили положительные отзывы зрителей. Мы, наверное, сейчас представляем не Волгоград, мы, наверное, представляем Сталинград. И к нам приехали братья. Братья из Донецка с такой же сложной судьбой, но, надеюсь, с прекрасным будущим. Артисты работают очень искренне. Вот эта искренность, она подкупает и поражает. Благодарна. И вижу в этом даже возможность поддержать сейчас Донбасский балет. До 2012 года Донецкий государственный академический театр оперы и балета носил название «Русского». И сегодня руководство снова намерено вернуть ему национальность. Более того, за последние годы репертуар театра, а это больше 50 номинований, пополнили несколько произведений русских классиков. К 12 июня, ко Дню России, Донбасс-опера планирует выпустить очередную премьеру. Оперу Александра Бородина, князь Игорь. Анна Рябова, Глеб Волков. Время новостей.